добрый день на библейский портал экзагет поступил вопрос моя дочь подросток курит что делать вообще если говорить мы говорим о курении такая форма кождения вдыхая и выдыхая табак человек совершает молитвенный акт в древности древности индейцы вдыхая и выдыхая табак кодили своим идолом а идол это бесы вот поэтому вдыхая и дыхая табак человек совершает кождение кождение дьявола но многие подростки об этом даже не думают ну хочешь или не хочешь знаешь ты это или не знаешь со временем если будешь очень долго курить то ты будешь похож тоже на того кому то приносишь свои молитвы свои кождение и зубы почернеет физиономия почернеет и пахнуть это как от черта будет вот это конечно то что можно сказать и курение а что сделать с дочерью хорошо давайте там проведем проведем эксперимент подойдем на остановку найдем там курящего человека и расскажем ему что он живет неправильно что он выдыхая выдыхая зловредный дым причиняет проблемы своему здоровью своему карману всему социуму которого круг него находится своей семье что он в ответ получил минимум куда-нибудь отправит максимум еще добавит поэтому объяснять людям что этого делать не надо нет никакого смысла они и так все это знают если бы они это не знали они бы не прятались и не делали бы это втихаря поэтому я думаю что человек который задает такой вопрос он относится к категории у людей которые в этом мире хочет что все было по по его вот как я считаю должен быть устроен эти должны не курить эти не должны пить эти не должны все кому-то что-то должны если кто-то кому-то чего-то не делает то это уже вызывает раздражение вызывает гнев праведный естественно вот и и в конце концов чем заканчивается педагогический эффект вот этого делания равен не просто нулю а имеет обратный результат ничего вы ни с кем не сделаете вы можете отрубить этому человеку голову поставить свою но вы никогда не заставите думать его так как вы поэтому единственное чем вы можете помочь зачем подростки курят вы поймите что состояние значимости которые они хотят придать себе вот этой глупой привычкой она не 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 зависит от того хотят они молиться бейсам или не не хотят в их среде так принято и если их среда им больше нравится чем среда в которой учуете вы значит может быть проблема заключается не в ней и в той среде где она вы почему человеку милее сидеть как он вонючем подвале и колодцы какими-то дурацкими наркотиками чем находиться в кругу любящих его людей может быть состояние подвала ему больше нравится чем состояние семьи может в семье созданы такие условия что лучше в подвал сбежать куда-нибудь лишь бы только не находиться с этими в кавычках любящими тебя людьми поэтому если вы любите человека вы не имеете желание обязательно его переделать под себя любовь она не предполагает критерий и рамки оценки человека любовь безусловно мы любим человека не потому что он такой не потому что он метр восемьдесят ее широкие плечи и он не курит не пьет не материться папа маму уважает десятину плачет в храм по воскресеньям ходит ну все ангел вспомните в евангелии что написано когда пришел праведный юноша к богу и сказал а что мне еще сделать ибо это я уже от юности моей делаю понимаете он был добродетельный хорош не надо вокруг себя искать добродетельных хороших если вы любите любите как есть это ваши дети и ваши дети наследуют то чему вы их научили в течение жизни если в них есть недостатки поройтесь глубоко в себе может изначально вы спровоцировали наличие этого поступка да жить с этим сложно но только любовью можно исправить человек любовью а никаким не назиданием все и с этим я очень хотел бы порекомендовать вам такая замечательная сказка бабушки на стекла если кто-то читал вспомните про бабушку сюжет сказки очень интересной умирает бабушка православная и после ее смерти очки бабушкины и бабушкины зеркало начинают показывать души человеческие сюжет очень интересный одевает девочка бабушки на очки и смотрит а у соседа вместо головы бесово рожа смотрит на маму а мама только с исповеди пришла с храма и у мамы лицо в два раза кричали чем обычно и вот вокруг вокруг этого за закручивается сюжет но почему я вспомнил эту бабушку бабушка уникальный педагог когда девочка шалила и совершала какой-нибудь неправильный поступок бабушка ей никогда не говорила что она плохо делает что делала бабушка все бабушки умеют рассказывать сказки бабушка сажала девочку и рассказывал есть сказку про какую-то пространную девочку которая совершала такие поступки и в конце концов получился такой результат и девочка сама делала выводы и говорила да бабушка смотри как эта девочка плохо поступила наверное так не надо поступать вот если вы сможете сделать так что ваш ребенок сделает правильный вывод вы получите другой эффект а все ваши назидание поучение и разговоры о том что что-то плохо или кто-то плохой к сожалению большому приведут к обратному результату помоги вам господи аминь